С вами Галина Москвина и проект «Философия стиля». Специально для журнала «Бизнес-заварник». И сегодня у нас в гостях Ольга Рубанова, первая вице-мисс Украины 2012. Салон «Альбекополо» – мой самый любимый салон. Здесь я бываю очень часто. В течение года я здесь уже обслуживаюсь. Здесь прекрасная атмосфера, великолепные мастера. В салоне создается собственная линия продукции, которая подходит мне как для лица, так и для волос. Также салон находится в одном из самых удобных для меня районов города – это центр. Мне удобно ездить и очень часто поэтому я здесь бываю. И в праздники, и в будни, и стиль моей прически, и внешний вид моих волос мне всегда дарит прекрасный мастер Юрий. С каким бы настроением я сюда ни пришла, мне всегда он его поднимает. Красивых девушек легко делать прекрасными, а «Альбекополо» лишь подчеркивает их красоту. С вами проект «Философия стиля». И сегодня мы с нашей героиней в магазине «Символ». Мы посмотрим, что нового предлагают дизайнеры в этом сезоне. И выберем самое интересное, самое креативное из коллекций «Весна-лето 2014». Валентина. Тут, как всегда, у них прекрасная коллекция. Вечернее длинное платье, которое можно одеть как на красную дорожку, так и в ресторан. Вот еще одно великолепное платье, просто шикарное. Я думаю, этот наряд произвел бы фурор в любом месте. Также у Валентины представлена круизная морская коллекция, которая, я считаю, что у каждой девушки должна быть такая вещь в гардеробе. Преколепный костюм, прекрасный цвет, сейчас самый модный, весна. И я думаю, к этому костюму будут прекрасно смотреться вот такие кеды. Томфорт всегда отличается своей прекрасной кожей. У них всегда эксклюзивные женские юбки, которые вы не найдете ни в одной другой фирме. Девушки очень любят сумки. Я также предпочитаю сумки. Они безумно удобные, комфортные и внутри, и снаружи. И у них невероятно интересный дизайн. Кристиан Диор. Одна из самых известных брендов в мире. И у них, естественно, всегда самые красивые коллекции. Очень яркие, женственные. Вот даже посмотреть на вот эту юбку. Очень необычные, оригинальные туфли, которые мы не встретим ни в одном другом бренде. Также в Диоре представлена красно-черная коллекция. Я очень люблю черный цвет. Он всегда в тренде. Его можно и вечером, и днем, и утром. Он всегда прекрасно смотрится. Редактор субтитров А.Семкин Понятие лакшери по-настоящему многогранно. Но первая ассоциация, которая возникает у каждого, это драгоценность. В ювелирном бутике от Рада представлены как и бренды с мировым именем, так и новые звезды ювелирного искусства. Такие как Бошик, Арон Баша, Гайда Мак и Яна Расковала. Вот эта вот шикарная подвеска, мне кажется, будет прекрасно смотреться с вечерним платьем. Тут у нас представлены очень необычные сережки. Да, мне безумно нравятся эти сережки. Они были бы очень красиво с розовым платьем, потому что тут такой... С таким оттенком розового камень. И также кольцо, которое тоже прекрасно смотрится черной бриллиантой, как и на сережку. Мне кажется, великолепно. Браслет, тоже с черными бриллиантами, который вместе с сережками и с кольцом получается отличный комплект. Сережки и кольцо представлены брендом Лори Роткин. Очень красивый и нежный набор известного российского дизайнера Яна Расковалова. Мне кажется, он очень необычный, так как колечки одеты не до конца пальца, а вот на фалангу. Их еще называют очень женственными украшениями. Я думаю, это именно так. Сегодня у нас в проекте Ольга Рубана. Первая вице-мисс Украина 2012. Оля, насколько сложно участвовать в конкурсах красоты? На самом деле это нелегко, потому что в каждом конкурсе нужно вкладывать душу, свои моральные качества, физические. То есть совершенно не так легко, как это кажется на экранах другим людям, которые смотрят телевизор. Проходит подготовка, которая длится в течение двух-трех недель, в зависимости от того, какой конкурс. Например, на мисс Украина, то, что вы сказали, когда я участвовала, у нас была подготовка две недели. Мы жили все в Киеве. На протяжении двух недель нас не выпускали из отеля. У нас были два раза в день репетиции. У нас по режиму питания. То есть просыпаемся, ложимся спать. Все, вот режим. Ну, на самом деле мы уставали. Но результат, я довольна результатом. Другие участницы, как вы с ними взаимо общались, что было интересно? На самом деле сейчас, вот спустя два года, мои две лучших подружки, это именно девочки с мисс Украины. То есть я никогда не могла поверить в то, что именно на конкурсе красоты я встречу своих лучших подружек. На конкурсе мы, конечно, общались хорошо, но все равно в глубне души мы были конкурентками. А после конкурса мы, вот лучшие подружки, мы едем отдыхать вместе, отмечаем праздники, дни рождения. И вот именно вот после конкурса. Как ты приняла решение, что ты хочешь участвовать в конкурсе? На самом деле я мечтала участвовать в конкурсе Мисс Украина еще с 16 лет. То есть первый мой конкурс был в Одессе, на который я пошла именно в 16 лет. Я на тот момент не подозревала о том, что я именно буду участвовать в конкурсах в дальнейшем. Но поучаствовав один раз, я решила, что вот моя мечта Мисс Украина. На тот момент мне казалось, что это что-то нереальное, как некоторым людям Мисс Мира, кажется. Но вот я поучаствовала и шла к этой цели. Я участвовала в различных конкурсах у нас в городе, в Одессе. Забоевывала титулы, короны. У меня, в принципе, когда я дошла до стадии того, когда я уже была готова к Мисс Украине, у меня на то время уже было три короны, то есть победительницы. И я пришла уже, можно сказать, с опытом конкурсов красоты. Ну вот и участвовала. На самом деле, мечта у меня была попасть в шестерку Мисс Украины. Но моя мечта даже так больше, чем я хотела, получилось. А какие планы на будущее? Ну, с конкурсами красоты я сейчас завязала немного свою карьеру. Хотя вот в прошлом году, в 2013, я участвовала в Мисс Украина-Вселенная. И там стала тоже вице-мисс Украина-Вселенная в 2013. Я уже закончила интершколу на телеканале Интер в Киеве. И вот стараюсь попасть в роли телеведущей уже на телеэкране. А какая программа тебе нравится? Кем бы ты хотела быть? Какой ты видишь себя в роли телеведущей? Моя мечта вести ток-шоу. Какое-то развлекательное шоу или, ну, такого что-то вот молодежное. А как ты считаешь, какими качествами должен обладать телеведущий, чтобы быть успешным? Во-первых, каждый телеведущий должен быть индивидуальным. Потому что индивидуальности сейчас больше всего не хватает на телеэкранах. Потому что многие телеведущие, не говорю, что все, многие, а какие-то однотипные. То есть главная индивидуальность, ну, харизма, правильная постановка речи, правильная дикция. То есть все должно гармонировать. Как ты заботишься о своей внутренней красоте, о своей внешней красоте? Давай по порядку. Ну, я считаю, что внутренняя и внешняя красота, оно должно быть вместе. Невозможно, чтобы была или внутренняя красота, или внешняя. Оно как-то все вместе. Потому что внешняя красота, это и есть внутренняя. Если у тебя есть внешняя красота, а нет внутренней, то эта красота как-то теряется внешняя. Поэтому нужно, не знаю, побольше читать книг, чтобы была внутренняя красота какая-то. Ходить в спортзал, чтобы была внешняя красота, правильное питание. Ну, то есть все как-то вместе. Это и есть такая общая красота. Скажи мне, как ты заботишься о своей красоте? Я хожу два раза в неделю в спортзал, также у меня два раза в неделю массажи, спа-процедуры, не могу сказать, что часто, но раз в неделю хожу в спа-салон, да, делаю какие-то там маски, пилинги, также в салон красоты, да, конечно, укладки, маникюр, педикюр, то есть косметолог, ну вот все вместе. То есть не могу сказать, что прям каждый день, но в течение недели, два-три раза в неделю посещаю все это. Для того, чтобы развиваться внутренне, я поняла, ты пошла в школу журналистики, да, чтобы в дальнейшем? Ну, я сейчас учусь на втором образовании в Киеве, на журналиста, на второе высшее, и параллельно, да, закончила на телеканале Интер и Интершколу, для того, чтобы я получила диплом телеведущей. Что тебе понравилось сегодня из новых коллекций? Вообще, какой стих ты предпочитаешь в одежде? Да, в Одессе это мой один из самых любимых магазинов, символ, потому что туда заходишь, и там есть все, в принципе, новые коллекции, разные стили, и вечерние платья, и спортивная одежда. В том Форде мне понравились, интересные очень, я люблю очень юбки, у них кожаные куртки. Вечерние платья тоже были, вот Валентина, очень красиво, у них сейчас яркая такая коллекция, запоминающаяся, то есть если выйдешь в этом платье, сразу произведешь фурор на окружающих. Ну и, конечно же, Филипп Лэйн, это, я никогда не изменяю Филипп Лэйну, это моя любимая фирма в плане спортивного, у них очень шикарные костюмы, футболки в камнях, кеды, то есть повседневные одежды, каждый день днем, я люблю носить именно стиль Филипп Лэйн. Ну, на самом деле, я очень люблю и Саларану, у них очень красивые и туфли, и сумки, я очень люблю Джованни и Шарихил, вот у них такие всегда вечерние платья и в камнях, нарядные, то есть их конкретно можно как на красную дорожку, так и в ресторан, на день рождения, то есть эти такие платья именно нарядные. Ты мне сказала, что ты была в США на вручении Грэмми, да? Расскажи об этом чуть больше. Я ездила, да, в Соединенные Штаты Америки, в Лос-Анджелес, на самом деле, да, ездила по работе, там снималась в клипе у российского певца, вот, и в тот момент, как раз, в ту неделю, в которой я снималась в клипе, в последний день попало так, что было награждение Грэмми, вот, и, ну, с трудом как-то достали пригласительные и пошли, мне, конечно, безумно понравилось, звезды уже мирового масштаба, они такие, как у нас. У нас тоже, конечно, они достойные, но там уже совершенно другой масштаб, шоу шикарное, огромнейший зал, то есть незабываемые эмоции, это был лучший концерт в моей жизни, на котором я вообще когда-либо была. А что тебя запомнило, будешь всего из него? Ну, мне запомнилось, во-первых, вот то количество звезд, которых я видела по телевизору, я их увидела всех живых, вот так вот, недалеко, буквально от меня, потому что снимали телеверсию на Грэмми, и, то есть, когда снимали телеверсию, все сидели красивенько, вот, в зале, все наблюдали, там, кто выступил. Какие артисты, только, там, пять минут перерыва, и все звезды вот так вот по залу хаотично двигались, перебегали, там что-то фотографировались. Ты планируешь еще вернуться в Америку, или, может, ты бы хотела попутешествовать, куда бы ты хотела поехать? В Америку, да, я бы еще вернулась, я очень хочу попасть в Майами, ну, это лето, моя мечта, и, ну, конечно же, в Лас-Вегас, куда бы еще. Еще бы хотела попасть, если честно, в Испанию, вот, я никогда не была в Испании, ну, то есть, много странно, куда бы я хотела еще попасть, я, конечно же, не везде еще была, то есть, ну, вообще, конечно, моя мечта с детства была стать актрисой, поэтому Америка, конечно, Голливуд, это вот та стихия моя, которая мне нравится. А почему ты тогда поступила на журналистику, а не на актерское, допустим, мастерство? Ну, на журналистику, ну, в принципе, я и телеведущая, и актриса, мне это близко, и то, и другое. Как бы, понятно, что актрисой невозможно быть постоянно, да, то есть, когда-то, даже если я, там, снимусь в фильме, любая актриса может сняться в фильме, да, там, потом у нее год, может быть, перерыв. А телеведущая, это более стабильная работа, на которой можно, ну, вести, там, или одно ток-шоу, потом другое, ну, то есть, это более стабильная. Это более стабильная работа, и поэтому, вот, я выбрала все-таки. Хотя первое образование у меня юрист. Вообще. А тебе нравится юриспруденция? Нет, юриспруденция мне не нравится, на самом деле, я поступила туда не по своему желанию. Я хотела поступать в театральный, на актерский, но родители мне сказали, что, ну, как всегда, родители в детстве говорят, что это не серьезная профессия, тебе это не надо. Ну, и выбрали такую профессию, как они сказали, серьезная, достойная на тот момент была. Ну, я не жалею, в принципе, мне нравилось учиться, но я всегда знала, что юристом я никогда не буду. Скажи мне, есть ли у тебя какая-то мечта в жизни? Да, как я уже говорила, моя мечта сняться в фильме, причем сняться не просто, а в одной из главных ролей. Ну, и, конечно же, это создать счастливую семью и родить двое деток. Ну, это как бы такие две основные мечты мои. А какого режиссера бы ты хотела бы сняться, если бы тебе предложили главную роль? Если бы мне предложили главную роль, я бы хотела сняться у Федора Бондарчука. Из российских я считаю, что он лучше на сегодняшний день. Какую бы роль ты хотела бы снять? Вы знаете, тот же самый вопрос мне задали на «Мисс Украине» в 2012 году. Вот, если бы у меня предосталась такая роль сняться в кино, какую роль бы вы бы сыграли? На тот момент я ответила роль киллера. Но на самом деле мне не близки роли каких-то вот таких вот хороших принцесс. Вот я бы хотела что-то такое в каком-то боевике. Вот примерно что-то связанное с тем, какие роли играет Анжелина Джоли. Вот мне нравятся вот такие вот боевики, она там такая вот боевая девушка. Вот такие вот роли мне ближе все-таки. А есть ли у тебя какие-то кумиры, актрисы? Да, вот и также у меня кумир мой, это Анжелина Джоли. И еще мне, ну еще с детства нравилась Джулия Робриц. То есть я считаю, такие вот... Ведущие актрисы? Да, ведущие актрисы Голливуда. Которых стоит равняться. Что бы ты себе пожелал вот на ближайшее будущее? Какой быть или кем стать или где оказаться? Именно себе, чтобы в течение года я все-таки самореализовалась и пошла работать все-таки на телевидении. Телеведущая вела тот проект, который я хочу. И все-таки в течение года, может быть, получилось так, что поступило какое-то предложение насчет съемок в кино. Насчет семьи на данном этапе жизни я не планирую. То есть в течение этого года я не планирую выходить замуж, рожать детей. Поэтому я хочу сделать удар конкретно на карьеру. Мы желаем тебе удачи в твоих начинаниях. И надеемся, что очень скоро увидим тебя, если не в кино, то хотя бы на телевидении. Спасибо большое. И как во всеукраинском масштабе. Спасибо большое, я буду стараться. Да, будем надеяться, будем коллегами. С вами была Галина Москвина и проект «Философия стиля». Специально для журнала «Бизнес-заварок». До встречи в эфире. Продолжение следует...